Александр Блок Благословляю всё, что было. В континууме пространства-времени жизнь поэта, как порыв подлинного человеческого становления, нелинейна и неравновесна. Здесь вряд ли следует искать прямые пути от рождения к зрелости и закату, от первой пробы пера к вершинам творчества и общественной деятельности. Пути непредсказуемы. В судьбоносных точках двоятся, множатся, роятся. О каком из них остановится выбор, одному Богу известно. В заботе о себе, пока игры истины используют его жизненно важные силы, поэт воспроизводит собственную субъективность, значимую в творчестве гораздо больше всей той работы, какую власть проделывает над ним. Да если б было иначе, без свободы выбора и действия, возможности человеческого существования были б ничтожны, и мир не безучастен к этой свободе. Поэт узнаёт в нём признаки ништа большего, чем одна только причинно-следственная закономерность и естественно-историческая необходимость. Поэт-пророк, прозорливец, визионер. Благословляю всё, что было, я лучшей доли не искал. О, сердце, сколько ты любила! О, разум, сколько ты пылал! Пускай и счастье, и муки свой горький положили след, но в страстной буре, в долгой скуке я не утратил прежний свет. И ты, кого терзал я новым, прости меня нам быть вдвоём. Всё то, чего не скажешь словом, узнал я в облике твоём. Глядят внимательные очи, и сердце бьёт, волнуясь в грудь, в холодном мраке снежной ночи, свой верный продолжая путь. 15 января 1912 Скуки ли, в буре, во мгле, что всегда на земле? Прежний свет с поэтом, любя и пылая, в непрерывном становлении своём, он видит знаки того, чего не скажешь словом, узнавая эти облики и различая непотерянные душами голоса, глядят внимательные очи на зарю и в чёрную бездну, сердце волнуясь бьёт в грудь. Его путь – в холодном мраке снежной ночи, светлой ночи ужасающего ничто. Его путь нелинеен, состояния неравновесны. Линии судьбы, на коротких промежутках собранные касательными прямыми, рассыпаются в точках интенсивного художественного роста, отточиями творческого экстаза. Ангел-Хранитель Люблю тебя, Ангел-Хранитель, во мгле, во мгле, что со мною всегда на земле, за то, что ты светлой невестой была, за то, что ты тайну мою отняла, за то, что связала нас тайна и ночь, что ты мне сестра и невеста и дочь, за то, что нам долгая жизнь суждена, о, даже за то, что мы муж и жена, за цепи мои и заклятия твои, за то, что над нами проклятия семьи, за то, что не любишь того, что люблю, за то, что о нищих и бедных скорблю, за то, что не можем согласно мы жить, за то, что хочу и не смею убить. Отмстить малодушным, кто жил без огня, кто так унижал мой народ и меня, кто запер свободных и сильных в тюрьму, кто долго не верил огню моему, кто хочет за деньги лишить меня дня, собачью покорность купить у меня, за то, что я слаб и смириться готов, что предки мои – поколенья рабов, и нежности ядом убита душа, и эта рука не поднимет ножа. Но люблю я тебя и за слабость мою, за горькую долю и силу твою, что огнем сожжено и свинцом залито, того разорвать не посмеет никто. С тобою смотрел я на эту зарю, с тобой в эту черную бездну смотрю, и двойственно нам приказание судьбы. Мы – вольные души, мы – злые рабы, покорствуй, дерзай, не покинь, отойди, огонь или тьма впереди. Кто кличет, кто плачет, куда мы идем, вдвоем неразрывно, навеки вдвоем, воскреснем, погибнем, умрем. 17 августа 1906. Александр Блок Я верю, то Бог меня снегом занес. В Гейдельберге на заре 19-го столетия старший современник Александра Пушкина Георг Вильгельм Фридрих Гегель, читая лекции по эстетике, обыкновенно пускался в рассуждение о том, что искусство отошло в прошлое. При изображении божественного искусство перестало быть чем-то самим собой разумеющимся, как это было в античном мире. Произведение искусства перестало служить божеством, предназначенным для почитания, общество все более индустриализируется, художники и поэты все более ощущают свою бездомность. Извлечение прибыли из торговли и производства, сверхприбыли из сомнительных сделок, предлагает им довольствоваться участью бродячих комедиантов на чужом празднике жизни. Между творцами и теми, для кого они творят, не осталось взаимопонимания. Художники и поэты создают свою общность – богему, которая приемлет только посвященных в творческий труд. Фабрика В соседнем доме окна желты. По вечерам, по вечерам скрипят задумчивые болты, подходят люди к воротам. И глухо заперты ворота. А на стене? А на стене недвижный кто-то, чёрный кто-то, людей считает в тишине. Я слышу всё с моей вершины. Он медным голосом зовёт согнуть измученные спины внизу собравшийся народ. Они войдут и разбредутся, навалят на спины кули и в жёлтых окнах засмеются, что этих нищих провели. 24 ноября 1903. В той общности художников и поэтов, которая получила название «Русский символизм», Александр Александрович Блок был волею Божией поэт и человек бесстрашной искренности. Максим Гурький. Сколько ни было образованных капиталистов, русские символисты не были сыновьями крупных промышленников. Андрей Белый писал, «Символисты – дети небогатых интеллигентов, образованных разночинцев, разоряющихся или захудалых дворян, давно забывших о своём дворянстве. Наиболее типичная связь символистов с передовой интеллигенцией конца века. В аспекте декадентов мы скорпионами выползли из трещин культурного разъезда в конце века, чтобы, сбросив скорпионьи хвосты, влиться в начало века». Я – сын крупного математика, вылез на свет из квартир, переполненных разговорами о Дарвине, Спенсере, Милле. Блок – сын профессора, внук известнейшего ботаника, профессора же, женатый на дочери профессора Менделеева. Элис – побочный сын известнейшего московского педагога. Сергей Соловьёв – внук знаменитого историка Соловьёва, профессора же. Балтрушайтис, Вячеслав Иванов никакого отношения к крупному капитализму не имели. Борис Садовский тоже. Более молодые модернисты, истекшие из символизма и утекшие по-разному из него, Шершеневич – сын профессора, Шервинский – сын профессора медицины и так далее. Андрей Белый. «На рубеже двух столетий» Всё бытие и сущее согласно В великой непрестанной тишине. Смотри туда участно, безучастно, Мне всё равно. Вселенная во мне. Я чувствую и верую и знаю, Сочувствием провиться не прельстишь. Я сам в себе с избытком заключаю В сети огни, Какими ты горишь. Но больше нет ни слабости, ни силы, Прошедшее, грядущее во мне. Всё бытие и сущее застыло В великой неизменной тишине. Я здесь в конце, Исполненный прозренья. Я перешёл граничную черту. Я только жду условного виденья, Чтоб отлететь в иную пустоту. 17 мая 1901 В 1880-м, в год рождения сына, Александр Львович Блок В 1852-1909 Вскоре профессор Кафедры государственного права В Варшаве Защитил магистерскую диссертацию «Государственная власть в европейском обществе. Взгляд на политическую теорию Лоренца Штейна И на французские политические порядки». Он доказывал зависимость государственной власти от господствующего в данный период класс и стал первым в России социологом, писавшим о классовой борьбе. По молодости отцу поэта стоило больших усилий прекратить писание стихов, чтобы не отвлекаться чересчур от науки в сторону мусс. Александр Блок-Дон-Ники. Его довольно необычная и мрачная судьба была исполнена сложных противоречий. За всю жизнь свою он напечатал лишь две небольшие книги, не считая литографированных лекций. И последние двадцать лет трудился над сочинением, посвященным классификации наук. Выдающийся музыкант, знаток изящной литературы и тонкий стилист, отец мой считал себя учеником Флабера. Последнее было главной причиной того, что он написал так мало и не завершил главного труда жизни. Свои непрестанно развивавшиеся идеи он не сумел вместить в те сжатые формы, которых искал. В этом искании сжатых форм было что-то судорожное и страшное, как во всем душевном и физическом облике его. Александр Блок, автобиография Аграфа догмата Неписанные догматы Я видел мрак дневной и свет ночной. Я видел ужас вечного сомнения. И Господа с растерзанной душой В дыму безверия и смятенья. То был рассвет великого рождения, когда миров нечисленный хаос исчезнул в бесконечности мученья, и все таинственно роптало и неслось. Тяжелый огонь окутал мирозданье, И гром остановил стремящие созданья, Немая грань внедрилась до конца. Из мрака вышел разум мудреца, И в горной высоте Без страха и усилия Мерцающих идей Ему заграли крылья. 22 августа 1900-го Мерцающие идеи Высказывает поэт. Кому, как не ему, доступны крылья, Ему, кто стремится увековечить все сущее, Ему, кто узрел ужас Абсолютизированного, Картезианского сомнения, Бесконечно мучительного скептицизма. Совсем не лишние эти идеи в его дневниках, В дыму безверия и смятенья. Они — присутствие духа, Освобождение будущего, Преодоление прошлого, Неизбежность настоящего. Стихи — это молитвы. Сначала вдохновенный поэт-апостол Слагает ее в божественном экстазе. И все, чему он слагает ее, В том кроется его настоящий Бог. Дьявол он носит его, И в нем находит он опрокинутого, Искалеченного, Но все милее Бога. А если так, есть Бог? И во всем тем более, Не в одном небе бездонном, А и в весенней неге, И в женской любви. Потом чуткий читатель. Вот он схватил жадным сердцем Неведомо полные для него строки, И в этом уже и он празднует своего Бога. Вот таковы стихи, Таково истинное вдохновение. Об него, как об веру, А факт веры, как таковой, Разбиваются волны Всякого скептицизма. Еще, значит, И в стихах видим подтверждение, Едва ли нужное витание Среди нас того незыблемого Бога, Рока, Духа, Кого жалким, бессмысленным И глубоко звериным воем Встретили французские революционеры, А гораздо позже и наши шестидесятники. Рече безумец в сердце своем В туманах над сверканьем рос, Безжалостный, святой и мудрый Я в старом парке дедов рос, И солнце золотило кудри. Не погасал лесной пожар, Но гарью солнечно и влекомый Стрелой бросался я в угар, Целуя воздух незнакомый. И проходили сон мои лиц, Всегда чужих и вечно взрослых, Но я любил взлетанье птиц И лодку, и на лодке весла. Я уплывал один в затон Бездонной заводи и мутной, Где утлый остров окружен Стеною ельника уютной. И там, в развесистую ель, Я доску клал и с нею реял, И таяла моя качель, И сонный ветер тихо веял. И было как на Рождестве, Когда игра давалась даром, А жизнь сходила синим паром К сусально-звёздной синеве. Июль 1905-го. Мать поэта Александра Андреевна, 1860-1923-й, Урождённая Бекетова, Дочь ректора Санкт-Петербургского университета Андрея Николаевича Бекетова, После рождения сына Разорвала отношения с мужем, Добилась указа Синода о расторжении брака И вышла замуж за гвардейского офицера Кублицкого Пётуха. Время учёбы в Обведенской гимназии В 1889-1998 годах И на юридическом факультете 1898-1901 годы Запечатлелось юношеской влюблённостью В Ксению Садовскую И встречей с честным воином Христовым Владимиром Соловьёвым. Он занёс над врагом золотой меч. Все мы видели сияние, но забыли Или приняли его за другое. Мы имели слишком человеческое право Недоумевать перед двоящимся Владимиром Соловьёвым, Не ведая, что тот добрый человек, Который писал умные книги, хохотал, Был в тайном союзе с другим, Занесшим золотой меч над временем. Александр Блок. Рыцарь-монах Они встретились на похоронах В бесцветный петербургский день Февраля 1900 года. Передо мной шёл Большого роста худой человек В старенькой шубе, с непокрытой головой. Перепархивал редкий снег, Но всё было одноцветно и белесовато, Как бывает только в Петербурге, А снег можно было видеть только На фоне идущей впереди фигуры. На буром воротнике шубы Лежали длинные серо-стальные Пряди волос. Фигура казалась силуэтом, До того она была жутко не похожа На окружающие. Рядом со мной генерал сказал соседке «Знаете, кто эта дубина? Владимир Соловьёв». Действительно, шествие этого человека Казалось диким среди кучки обыкновенных людей, Трусивших за колесницей. Через несколько минут я поднял глаза, Человека уже не было, он исчез как-то незаметно, И шествие превратилось в обыкновенную Похоронную процессию. Ни до, ни после этого дня Я не видал Владимира Соловьёва, Но через всё, что я о нём читал И слышал впоследствии, И над всем, что испытал в связи с ним, Проходило это странное видение. Во взгляде Соловьёва, Который он случайно остановил на мне В тот день, была бездонная синева, Полная отрешённость И готовность совершить последний шаг, То был уже чистый дух. Точно не живой человек, А изображение, очерк, символ, чертёж. Одинокий странник шествовал По улице города призраков В час петербургского дня, Похожий на все остальные Петербургские часы и дни. Он медленно ступал за неизвестным гробом, В неизвестную даль, Не ведая пространства и времён. Александр Блок, Рыцарь-монах Поэт и писатель Даниил Андреев Полагал, что, рассказывая об этой встрече, Александр Блок явно не договаривал. Бог знает, что прочитал Соловьёв в этих глазах. Только взор его странно замедлился. Не исключено, что в момент этой первой Единственной между ними встречи Глаза будущего творца стихов И прекрасной даме Отразили многое, столь многое, Что великий мистик без труда Мог прочитать в них и заветную мечту, И слишком страстную душу, И подстерегающие её соблазны Сладостных и непоправимых подмен. Даниил Андреев, Роза Мира Поэты, как воины Христовы, Всегда узнают друг друга. Зачатый в ночь, я в ночь рождён, И вскрикнул я, прозрев, Так тяжек матери был стон, Так чорен ночи зев. Когда же сумрак поредел, Унылый день повлёк Клубок однообразных дел, Безрадостный клубок. Что быть должно, то быть должно, Так пела с детских лет Шарманка в низкое окно, И вот я стал поэт. Влюблённость расцвела в кудрях И в ранней грусти глаз, И был я в розовых цепях У женщин много раз, И всё, как быть должно, пошло, Любовь, стихи, тоска, Всё приняла в своё русло Спокойная река. Как ночь слепа, так я был слеп, И думал жить слепой, Но раз открыли тёмный склеп, Сказали «Бог с тобой». В ту ночь был белый ледоход, Разлив осенних вод, Я думал, вот река идёт, И я пошёл вперёд. В ту ночь река во мгле была, И в ночь и в темноту Та незнакомая пришла И встала на мосту. Она была живой костёр Из снега и вина, Кто раз взглянул В желанный взор, Тот знает, кто она. И тихо за руку взяла, И глянула в лицо, И маску белую дала, И светлое кольцо. Довольно жить, оставь слова, Я, как метель звонка, Иною жизнью жива, Иным огнём ярка. Она зовёт, она манит, В снегах земля и твердь, Что мне поёт, что мне звенит, Иная жизнь. Глухая смерть. 12 апреля 1907 Андрей Белый вспоминал, Как в детстве его пленил Сидейший, добрейший старик С длинными волосами, С большой бородой, Дед Блок Андрей Николаевич Бекет. В нём мне прозвучало что-то Приветливо мягкое, нежное, Очень спокойное, Как он сидел головой, Откинувшись в кресло И длинные руки распластывая На кресельных ручках. И как он поглядывал. Всё мне внушало доверие. Вокруг него и вертелся, И скоро уже у него Меж коленей стоял, А он гладил меня И сердечно, и бережно, И посадил на колени, И я с них сходить не хотел, Так знакомству с поэтом Александром Блоком Предшествовало знакомство С дедом его На рубеже двух столетий. Рознь между военщиной и тем, К чему маленький Саша Привык в доме Бекетовых, Рознь между обывателем, Уверенным, что своим Похоронным звоном Поэт мешает всем спать, Вкупе с охраняющим Буржуазный покой офицерства, С одной стороны, И поэтом с другой, Александр Блоком писал В письме матери 1 октября 1906 года. Я теперь окончательно чувствую, Что когда начинаются Родственники всех остальных калибров, А также всякие знакомые и офицеры вообще, То моя душа всех их выбрасывает Из себя органически, Без всяких либеральных настроений. Для меня это внутренняя азбука, Так что даже когда я любезен с ними, То потом тошни, Если у души на это Оказывается свободное время. Это мой хам, То есть не во мне, а в них, Для меня. Никого из них я ни за что не приму, Тем самым, что они родственники, Они стали для меня нулем, Навсегда выброшены. Александр Блок. Письма. Ни адресат, ни адресант Этого письма не были уравновешенными людьми. Безмятежность не была им свойственной. Что мне поет? Что мне звенит? По воспоминаниям Марии Андреевны Бекетовой Всяческий бунт, искание новых путей, Бурные порывы – Вот то, что взял он от матери, Да отчасти и от отца. И неужели было бы лучше, Если бы она передала ему только ясность, Спокойствие и тишину? Тогда бы Блок не был Блоком, И его поэзия потеряла бы тот острый характер, Ту трагическую ноту, которая звучит в ней С такой настойчивостью. Оба они, мать и сын, влияли друг на друга, И общность настроений сближала их души. Бекетова Воспоминания об Александре Блоке Моей Матери Чем больней душе мятежной, Тем ясней миры, Бог лазурный, чистый, нежный, Шлет свои дары, Шлет невзгоды и печали Нежностью объят, Но через них в иные дали Проникает взгляд, И больней душе мятежной, Но и с ними миры, Это Бог лазурный, нежный, Шлет свои дары. 8 марта 1901 После десятилетия скудевания русской поэзии На ниве гражданственности И служения общественным интересам Поэтом можешь ты не быть, Но граждане нам быть обязан. Николай Некрасов После десятилетий либеральной цензуры С требованием не мудрить Соблюдать простейшие правила стихосложения И непременным изобличением стремления К формальному совершенству, Как постыдной измены общему делу И реакционности, Поэты жаждали освободиться От надзора публицистов И обрести, наконец, независимость. Для гражданских поэтов После Некрасовской поры Символизирующее чтение текстов Воспринималось не более чем пустое позерство, Признак отвлеченных от борьбы За народное дело начала. То, что для символизирующего сознания Есть символ, При противоположной установке Выступает как симптом. Если десимволизирующий XIX век Видел в том или ином человеке Или литературном персонаже Представителя Идеи, класса, группы, То блок Воспринимал людей И явления обыденной жизни Как символы Проявления бесконечного В конечного В конечном Юрий Лотман Символ в системе культуры Литературная школа символистов Началась с Валерия Брюсова И Константина Бальмонта В Москве Дмитрия Миршковского И Зинаиды Гиппиус В Санкт-Петербурге Между двумя столицами Возникла перекличка Нечто вроде взаимного притяжения По словам Нины Берберовой Обеим группам символистов Предстояло прожить свой век в литературе Постоянно узнавая друг друга Равно как и самих себя Несмотря на вечно сохранявшееся Взаимное притяжение Они неизменно стремились к разрыву То и дело переходя от любви к ненависти Сражаясь друг с другом внутри самого союза Который никогда так и не был расторгнут Будет день, и свершится великая Чую в будущем подвиг души Ты, другая, немая, безликая Притаилась, колдуешь в тиши Но во что обратишься, не ведаю И не знаешь ты, буду ли твой А уж там выселяться победою Над единой и страшной душой 23 ноября 1901 В начале двадцатого века К московской школе символистов Примкнул Андрей Беды, к петербургской Александр Блок – оба скорее последователи Полной отрешенности Владимира Соловьева, Чем музыки французского символизма, Каким ощущал себя Валерий Брюсов. В минуты смятения и борьбы лжи и правды Всегда борются бог и дьявол, И тут они же борются. Зашли новые цветы, цветы символизма Всех веков, стран и народов. Заглушенная криками богохульников, Старая сила почуяла и послышала, Как воспрянул ее бог, и откликнулась ему. К одному вечному, незыблемому камню бога Подвалился и еще такой камень – Предвестие или в помощь, или в награду. Это была новая поэзия, в частности и новое искусство вообще. К воздвижению мысли, ума присоединилось В воздвижение чувства, души. И все было в Боге. Есть люди, с которыми нужно и можно говорить Только о простом и логическом. Это те, с которыми не ощущается связи мистической. С другими, с которыми все непрестанно чуется Сродство на какой бы ни было почве, Надо говорить о сложном и глубинном. Тут-то выяснится истины мира Через общение глубин. Смотри, Брюсов. Александр Блок. Дневники Поэты За городом вырос пустынный квартал На почве болотной и зыбкой. Там жили поэты, и каждый встречал Другого надменной улыбкой. Напрасно и день светозарный вставал Над этим печальным болотом. Его обитатель свой день посвящал Вину и усердным работам. Когда напивались, то в дружбе клялись, Болтали цинично и пряно, Под утро их рвало, потом, запершись, Работали тупо и рьяно. Потом вылезали из будок, как псы, Смотрели, как море горело, И золотом каждой прохожей косы Пленялись с сознанием дела. Разнежась, мечтали о веке золотом, Ругали издателей дружно И плакали горько над малым цветком, Над маленькой тучкой жемчужной. Так жили поэты. Читатель и друг, ты думаешь, Может быть хуже твоих ежедневных Бессильных потуг твоей обывательской лужи? Нет, милый читатель, мой критик слепой, По крайности, есть у поэта И косы, и тучки, и век золотой. Тебе ж недоступно все это. Ты будешь доволен собой и женой, Своей конституцией и куцей. А вот у поэта всемирный запой И мало ему конституций. Пускай я умру под забором, как пёс, Пусть жизнь меня в землю втоптала, Я верю, то Бог меня снегом занёс, То в юга меня целовала. 24 июля 1908 В кругу молодых символистов, Которому принадлежал Андрей Белый, Среди лучших, наиболее нервных И чутких юношей начала века, Частым был тип раздвоенного чудака, Субъективиста. Мы начинали полукалеками жизнь. Юноша в двадцать лет был уже неврастенником, Самопротиворечивым истериком Или безвольным ироником с разорванной душой. Гражданственность, общественность, На фоне умеренной либеральной болтовни, В которой к тому времени научились Безответственно упражняться и фабриканты, И профессора, Означала не более чем покладистый нрав. Здорово, как замечал Андрей Белый, Была главным образом тупость. С появлением Александра Блока Автору этих наблюдений пришлось отойти на второй план. Известность его симфоний померкла Перед славой стихов о прекрасной даме Северного собрата. Обиды множились каждый день. Последней каплей стала бледно-белая Панама, Которой, не замечая аргонавта, Прошел по Петербургскому проспекту Первый в России поэт. Помню, в тот вечер читали стихи Он, я, Брюсов, я, Тора, он, фабрику. Встала в сиянье, а Брюсов конь блед, Если память не изменяет. Поразила манера, с которой читал. Слегка в нос. Не звучали анаписты. Точно стирал он певучую музыку строк, Деловитым, придушенным, несколько трезвым и невыразительным голосом. Как-то проглатывая окончание слов, Его рифмы границ и царицу, обманом туманные, В произведении этом казались рифмами И, И, Звучали, как И, И. Не чувствовалось понижения голоса, разницы пауз. Он будто тяжелый, закованный в лат и ступал по стопам. И лицо становилось, как голос, тяжелым, застылым. Острился его большой нос. Складки губ изогнувшихся тени Бросали на бриты его подбородок. Кмутнели глаза, будто в них провалилося слово. Он командором своим грубо Медленно шел по строке. Это чтение вызвало бурный восторг. Пишет матери он. Я читаю, встала в сиянье. Кучка людей в черных сюртуках Ахают, вскакивают со студий. Кричат, что я первый в России поэт. Мы уходим в третьем часу ночи. Все благодарят, трясут руку. Но я понял из чтения. Он отстранял от себя, очень вежливо, Впрочем, напористые санфасоны Иных из московских знакомых, Готовых шуметь, обниматься и клясться, Запхав собеседника локтем. Мог быть очень грубо пристрастным. Так, в дни, когда он расточал свою ласку Сережу и мне, Он писал потрясающе грубо, А главное, несправедливо, Об очень культурном, почтенном для нас Безобидном Бабарыкине. Маменька бедная угораздила тебя Увидеть эту пляшивую сволочь. Позднее я сам испытал оскорбительность Самого облика Блока в эпоху, Когда мы рассорясь не кланились. На петербургских проспектах Среди толкотни пешеходов Увидел я Блока. Зажав руке трось, Пробежал в бледно-белой панаме, Прямой, деревянный, как палка, С бескровным лицом и с надменным Изгибом своих оскорбительных губ. Но они чувственно грубо пылали Из серо-лилового, зеленоватым, Потухшего фона простором. Он не видел меня. Оскорбил меня этот жест пробегания Щеголеватой тросточкой на перевесе, Пырявший концом перед ним возникавших людей. Ослом белой панамы Казался венцом унижения мне, Как удар по лицу! Как он смеет! Мелькнуло. Он не видел меня. А в период сближения Не было меры в желании снизиться, Все уступить. Он не требовал, Он удивлялся И резкому гневу, И резкой восторженности. Поэт Пересекался со скептиком в нем И бросалась в глаза непричастность Его интеллекта к лирическим веяниям, Как посторонний Его интеллект созерцал эти веяния Издали. Воля кипела, Но в маре, Ведь чувственно, Мимо ума, Только зрящего Собственное раздвоение И осознавшего Самопознания Нет. Оставалось знание. Это Д понял, А этого Д не понять. И вставала ирония. Яд им осознанный. Только в статье об иронии После он сам написал Самые чуткие дети Нашего века Поражены болезнью, Незнакомой врачам. Эта болезнь Может быть названа иронией. Все равно для них Беатриче Данте Им не дотыком косала губа. И все мы, Современные поэты, У очага Страшной болезни. Андрей Замер стеклянный гур. Звенящая дверь Хлопнула внизу. Прошли часы. Приходил человек Соловянной бляхой На тёплой шапке. Стучал И дожидался У двери человек. Никто не открыл. Играли в прятки. Были весёлые Морозные святки. Прятали мамин Красный платок. В платке Уходила она По утрам. Сегодня Оставила дома Платок. Дети Прятали его По углам. Подкрались сумерки. Детские тени Запрыгали На стене При свете фонарей. Кто-то шёл по лестнице, Считая ступени. Сосчитал И заплакал. И постучал Дверей. Дети Прислушались. Отворили Двери. Толстая Соседка Принесла Им щей. Сказала Кушайте. Встала На колени. И, кланяясь, Как мама Крестила Детей. Мамочки Не больно, Розовые детки. Мамочка Сама На рельсы легла. Доброму человеку, Толстой соседке, Спасибо. Спасибо. Мама Не могла. Мамочке Хорошо. Мама Умерла. 27 декабря 1903-го. В 1909 году, накануне путешествия по Италии, Александр Блок, не будучи ни революционером, ни гражданским поэтом, писал «Несчастны мы все, что наша родная земля приготовила нам такую почву для злобы и ссоры друг с другом. Все живем за китайскими стенами, полупрезирая друг друга. А единственный общий враг наш, российская государственность, церковность, кабаки, казна и чиновники, не показывают своего лица, а натравляют нас друг на друга. Изо всех сил постараюсь я забыть на чистоту всякую русскую политику, всю российскую бездарность, все болота, чтобы стать человеком, а не машиной для приготовления злобы и ненависти. Или надо совсем не жить в России, плюнуть в ее пьяную харю, или изолироваться от унижения политики, да и общественности, партийности». Из письма матери 13 апреля 1909 года. Ты помнишь, в нашей бухте сонно спала зеленая вода, когда к кильваторной колонне пошли военные суда? Четыре серых, и вопросы нас волновали битый час, и загорелые мартросы ходили важно мимо нас. Мир стал заманчивее и шире, и вдруг суда уплыли прочь. Нам было видно, все четыре зарылись в океан и в ночь. И вновь обычным стало море, маяк уныло замигал, когда на низком семафоре последний отдали сигнал. Как мало в этой жизни надо нам, детям, и тебе, и мне, ведь сердце радоваться рада и самой малой на визне. Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран, и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман. 1911 – 6 февраля 1914 Столетия назад преодоление несчастья российской государственности, чиновничества, пьянства, церковности и воровства революционерам-демократам виделось на путях кардинального преобразования быта и уничтожения частной собственности. Преодолеть же российскую бездарность тогда, как и сейчас, возможно было лишь путем экономического и культурного преображения всех слоев общества, в котором просвещение и образование – общечеловеческие ценности, ни лги, ни кради, ни убей, любая самая малая новизна противопоставлены машине для приготовления злобы и ненависти, запускаемой с полоборота, скрывающим свое лицо нашим общим врагом. Для этого и нужен Александр Блок. Русский символизм, философия и литература, помноженные на творческую волю, символизирующие чтение и взаимопонимание между творцами и теми, для кого они творят. Иначе дышать нечем, жизнь теряет присущий именно ей смысл. Ушли в туман мечтания, забылись все слова, вся в розовом сиянии, воскресла синева, умчались тучи грозные и пролились дожди, великое, бесслезное, надейся, верь и жди. 30 июня 1902. В феврале 1921 на вечере, посвященном памяти Александра Сергеевича Пушкина, процитировав знаменитую его строку «На свете счастья нет, но есть покой и воля», Александр Блок повернулся к заседающему в президиуме советскому бюрократу и отчеканию. Покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий, не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем, жизнь для него потеряла смысл. Это был вызов. Вызов поэта-воина, рыцаря-монаха, дьяволу и его дьяволятам, брошенной с рубежей творческой воли, тайной свободы, которую не хотел и не мог уступать. Ибо потом ничего нет и не может быть вовсе ни песен, ни надежды, ни радости, ни свободы. Я верю, то Бог меня снегом занёс. Творческая воля – то был последний рубеж. Пушкинскому дому Имя Пушкинского дома в Академии наук. Звук понятный и знакомый, не пустой для сердца звук. Это – звон ледохода на торжественной реке, перекличка парохода с пароходом вдалеке. Это – древний сфинск, глядящий вслед медлительной волне, всадник бронзовый, летящий на недвижном скакуне. Наши страстные печали над таинственной невой, как мы чёрный день встречали белой ночью огневой. Что за пламенные дали открывала нам река, но не эти дни мы звали, а грядущие века. Пропуская дни гнетущих кратковременный обман, прозревали дни грядущих синерозовый туман. Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе. Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе. Не твоих ли звуков сладость вдохновляла в те года? Не твоя ли, Пушкин, радость окрыляла нас тогда? Вот зачем такой знакомый и родной для сердца звук имя Пушкинского дома в Академии наук? Вот зачем в часы заката, уходя в ночную тьму, с белой площади сената, тихо кланяюсь ему? 11 февраля 1921-го.